Доброе утро, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Настроимся на урок. Пожелаем всем удачи и успешности в придачу. Мы урок наш начинаем, что учили, повторяем. Телеурок Отгадайте загадку, и вы поймёте, о чём пойдёт речь на нашем уроке. Я часть речи интересная, миру широко известная. Опишу любой предмет, в этом равных со мной нет. Речь со мною выразительна и точна, и удивительна. Чтоб красиво говорить, мною нужно дорожить. Какая часть речи может так себя охарактеризовать? Конечно, это имя прилагательное. Имена прилагательные сопровождают нас повсюду. Они обогащают нашу речь, делают её более точной, яркой, выразительной. И наша речь становится живописной. Прилагательные помогают нам увидеть мир во всём его многообразии, увидеть красоту всего живого и неживого. Они используются нашей повседневной речи, и без них наша жизнь была бы скучна и монотонна, бедна и невыразительна. Ребята, а знаете ли вы, что означает прилагательное в переводе с греческого языка? Это слово эпитет. Что же такое эпитет? Это художественное образное определение, подчёркивающее один из признаков предмета. Чаще всего выражено полным прилагательным. Тема нашего урока – обобщение знаний об имени прилагательном. Сегодня на уроке обобщим и систематизируем наши знания об имени прилагательном и его грамматических признаков. Начнём работу с разминки. Отгадайте слова. Словарь, в котором можно узнать о правильном написании слов. Это орфографический словарь. Антоним к слову временный. Слово постоянный. Как называется дождь, идущий при солнце? Слепой дождь. На какое дерево садится ворона во время дождя? На мокрое дерево. Что входит в окно, но не ломает его? Это солнечный луч. Из какого полотна нельзя сшить рубашку? Из железнодорожного. Из какого крана нельзя напиться? Из подъёмного. Правильно, ребята. Но что общего у названных вами ответов? Правильно, все ответы – это имена прилагательные. Повторим всё то, что мы узнали об имени прилагательном. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которое называет признак предмета. Например, признаки внешнего качества или же качества характера человека. Добрый, красивый, умный. Цвет – голубой, жёлтый, изумрудный. Форму – круг, овал, квадрат. Или же величину – огромный, крошечный, материал – шерстяной, каменный, вкус – сладкий, кислый, запах – ароматный, пряный и другие признаки предмета. К данным именам существительным подберите имена прилагательные, которые обозначают их смысловые признаки. Запишите словосочетание. Проверьте себя. Имя прилагательное легко узнать по вопросам. Они отвечают на вопросы. Какой, какая, какое, какие, чей? Например, нож какой? Острый. Трава какая? Шелковистая. Яблоко какое? Сладкое. Дожди какие? Тёплые. Хвост чей? Волчий. Имя прилагательное всегда связано с именем существительным. Имя прилагательное не может существовать само по себе. Оно прилагается к существительному, обозначая его признак. Поэтому и называется оно прилагательным. Существительное с прилагательным и живёт на редкость дружно. Изменит окончание, когда ему так нужно. Оно его не бросит в воде и на земле. Стоит в одном с ним и роде, и числе. В словосочетаниях и предложениях прилагательное согласовывается с именем существительным в роде и числе. Такая связь называется согласованием. Не зря пословица говорится «вместе служба, вместе и дружба». Мы с вами знаем, что имена прилагательные в единственном числе изменяются по родам. Чтобы определить род имени прилагательного, достаточно определить род имени существительного, с которым оно связано. А есть ли ещё признаки, по которым можно определить род имени прилагательного? Конечно, есть. Можно определить род и по вопросу, и по окончанию имён прилагательных. Если имя прилагательное отвечает на вопрос «какой?» и имеет окончание «ой», «ый», «их», это прилагательное мужского рода. Если имя прилагательное отвечает на вопрос «какая?» и имеет окончание «ая», «яя», то это прилагательное женского рода. Если же имя прилагательное отвечает на вопрос «какое?» и имеет окончание «ое», «ея», то это прилагательное среднего рода. Например, шерстяной плед. Плед какой? Шерстяной. Окончание ой – мужской род. Шерстяная кофта. Кофта какая? Шерстяная. Окончание ая – женский род. Шерстяное одеяло. Одеяло какое? Шерстяное. Окончание оя – средний род. Род. Имена прилагательные изменяются по родам. Род – это изменяемый признак имени прилагательного. Запомните, род имен прилагательных определяется только в единственном числе. Во множественном числе род имен прилагательных не определяется. Выполним задание. Определите род имен прилагательных. Спишите словосочетание, дописав окончание. Окончание выделите. Давайте проверим. У каких имен прилагательных вы не смогли определить род? Правильно, у прилагательных теплые и крикливые. А почему? Да потому что эти прилагательные стоят во множественном числе, а во множественном числе у прилагательных род не определяется. Также имя прилагательное согласуется с именем существительным в числе. Какое число у существительного, такое же число и у прилагательного. Вспомним, по каким еще признакам можно определить число у имени прилагательного. Перед вами таблица изменения имени прилагательного по числам. Обратите внимание, что можно определить число по вопросу и по окончанию. В единственном числе мы задаем вопрос «какой?». Окончания у прилагательных будут «ой», «ый», «ий». Или же вопрос «какая?». Окончания у прилагательных будут «ая», «яя». На вопрос «какое?» окончания у прилагательных будут «ое», «ея». Например, пояс какой? Широкий. Окончание «и». Лента какая? Широкая окончания «ая». Поле «какое?» широкая окончания «ое». Рассмотрим вопрос и окончания во множественном числе. Во множественном числе имена прилагательные отвечают на вопрос «какие?» и имеют окончания «ые», «ие». Например, пояса, ленты, поля какие? Широкие. Окончание «и». Поставьте прилагательное в том же роде и числе, что и существительное. Проверьте себя. Дорога какая? Зимняя. Озеро «какое?» Озеро «какое?» глубокое. Ступенька «какая?» нижняя. Дуб «какой?» крепкий. Страны «какие?» дальние. Небо «какое?» пасмурное. Лепёшки «какие?» мягкие. Обратите внимание, вопрос от имени существительного к имени прилагательному обычно подсказывает ему не только форму рода, числа, но и букву в окончании. Каким членом предложения может быть прилагательное? Обычно прилагательное в предложении выступает в роли второстепенного члена, определения, который обозначает признак предмета. Прочитайте текст. Вставьте в него пропущенные имена прилагательные, используя слова для справок. Имена прилагательные подчеркните. В тексте вам встретится слово «талый». Что оно обозначает? «Талый» – это растаявший, оттаивший под действием тепла снег. Давайте проверим правильность выполненного задания. Следите за мной. Пробудились весенние цветочки. Днем на лесной проталинке появились желтые головки мать и мачехи. Умылись талой водой и засияли улыбкой весны. Поднялась с земли и расцвела душистая медуница. Тянутся к весеннему солнцу стебельки с нежными цветами. А теперь прочитайте пословицы, в которых пропущены противоположные по смыслу слова «большой», «маленький». Подумайте, где будут стоять эти слова. Спешите пословицы, вставляя вместо черточек подходящие по смыслу прилагательные. А теперь проверьте себя. Наш урок подошел к концу, и настала пора повторить то, что мы узнали о такой прекрасной, живой, многообразной части речи – имя прилагательное. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи. Имя прилагательное обозначает признак предмета. Имя прилагательное отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», «чей», «чья», «чьё». Имя прилагательное связано с именем существительным и изменяется по родам и числам. Имя прилагательное является второстепенным членом предложения определением. Телеурок. Молодцы, ребята! Проведите анализ своей деятельности, закончите фразу «Я узнал», «научился», «могу». Поднимитесь на гору успеха, определите, какой высоты вы достигли при получении новых знаний. И прослушайте творческое домашнее задание. К данным именам существительным подберите несколько имен прилагательных, которые обозначают разные признаки. Поиграйте в эту игру со своими друзьями. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!